Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Надежда Вячеславовна, преподаватель курса в кройке и шитьях города Алматы. И снова о построении выкройки женского плечевого изделия, о базовой выкройке. Эта тема очень интересная, кому-то она кажется очень сложной, но я показываю очень простое и понятное построение. Я переснимаю сейчас урок для того, чтобы всем было все видно, так как у меня есть урок, который я показываю по строению на доске, и там верхняя часть плохо захвачена в начале видеоурока. Потом я объясняю дополнительно, но многие, не досмотрев до конца видеоурок, начинают возмущаться. Поэтому я сегодня построю снова эту выкройку на типовой 48 размер, чтобы вы могли подставить потом свои мерочки и построить на любую фигуру. Значит, применяется всего 11 мерок. И 12-ю мерку можно применить в том случае, если выдающийся бюст. Тогда мы рассчитываем раствор на грудные выточки, применяя мерочку еще полуохват груди первых. У нас есть мерочка полуохват груди второй. Мы ее можем просто называть полуохват груди, так как она основная мерка, которая определяет размер нашей фигуры. Мы, измерив полуохват груди, делим мерочку пополам и получаем размерный признак фигуры. Я немножечко сейчас напомню, какие мерки мы снимаем. Это очень быстро. Подробно вы можете в плейлисте по меркам у меня посмотреть. У меня много там интересных тем по измерению фигуры. Итак, смотрите, полуохват шеи. Полуохват груди второй, который измеряется вот так горизонтально вокруг. И по выступающим точкам груди, не затягивая. Смотрите, именно сначала измеряется полуохват груди второй, не придавливая ленту. А потом тут же передвигаем ленту над основанием грудных желез. Не сдвигая ленту сзади, где она была, там и остается. Но ленту надо слегка натянуть. Так, теперь полуобхват талии. Полуобхват бедер. Полуобхват бедер по выступающим точкам ягодиц. Если животик, расслабить ленту на 1-2 см. Теперь половина ширины спинки. От сочленения одной руки до сочленения другой руки. Длина до талии от седьмого шейного позвонка. Если есть выступающие лопатки, то надо вот так снимать. Приложили вот так к седьмому шейному позвонку. Подложили большой палец под ленту. И измерили. Если торчащие лопатки, обязательно надо так снять. Теперь, одновременно, когда мы длину ДТС меряем, длину до талии спинки, мы одновременно измеряем длину изделия до желаемой длины. Так, дальше идет высота, вернее, длина до талии переда. Смотрите, от боковой точки шеи через грудь и до линии талии. Кстати, ленту на линии талии, тесемочку надо расположить. Строго горизонтально завязать ее, чтобы она была параллельна к полу. А если есть понижение по линии талии, когда есть живот или перегибистая фигура сильно, то вот здесь бывает, вот смотрите, у меня две тесемочки. Вот одна горизонтальная, а другая на естественной линии талии. Вот это расстояние нужно зафиксировать от одной ленты до другой, до естественной. От горизонтали до естественной. Посредине расстояние замеряется и на чертеже откладывается. Так, итак, ДТП. До горизонтали высота груди, расстояние между центрами грудных желез и длина плеча. Длину изделия еще можно, чтобы клиент видел, докуда изделие можно измерять спереди, от боковой точки шеи. Моделирование вот такого костюмчика есть у нас здесь на ютубе. Подробнейший же мастер-класс у меня в моем блоге «Школа кроя шитья» на площадке Бусти. Желающие заходите туда по ссылочке, у меня под каждым видео есть ссылка, на «Школу кроя шитья» на Бусти. И подписывайтесь. Подписочка там платная, совершенно недорогая, за которую можно, за эту подписку, можно не просто просматривать видеоуроки, которых нет здесь на ютубе, но можно еще и скачивать. Там есть три уровня подписки. Один – 350 рублей в месяц, другой – 500. 350 – это первый уровень, когда можно просматривать видеоуроки, писать мне сообщения, задавать вопросы. Второй уровень – 500 рублей, это с возможностью просматривать и скачивать много-много видеоуроков. А третий уровень там идет – 1000 рублей в месяц. Значит, еще и консультироваться можно онлайн, по WhatsApp. Ну, любым путем онлайн, значит, там есть. Можно по Skype, но сейчас, наверное, редко кто Skype пользуется. В общем, если заинтересует вот именно подробный мастер-класс, раскрою пошива вот этого костюмчика на подкладе, такой костюмчик, я его называю 60+. Ну, такой простенький, но он такой удобный. Реглан – он очень удобный рукав. Пусть он немножечко как-то не подчеркивает плечи, а делает их более мягкими такими, вот покатами, ну и даже вот расширяет зрительно немножко. Но он очень удобен в носке. Вот. Так что заходите ко мне, не бойтесь. Многие боятся карту привязать, некоторые боятся оплачивать. Не нужно бояться. Эта площадка очень надежная. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь. Буду очень рада. Ну, а сейчас за построение. Итак, нам понадобятся вот такие мерки. Как я уже перечислила их, их у нас 11 получается. Еще раз. Вот, посмотрите, я поверну и так, и по-другому поверну. Посмотрите, чтобы вам было хорошенечко видно. И начинаем построение. Начинаем с баланса. Нам обязательно надо отступить от края листа величину баланса. Величина баланса равна ДТП минус ДТС. Все очень просто. Длина до талии переда минус длина до талии спинки, которая измеряется от седьмого шейного позвонка. Вот этот баланс. Вот так я буду на бумажечках писать и показывать баланс. Длина до талии переда минус ДТС. И учтите, не от плечевого шва, а от седьмого шейного позвонка. Итак, у меня получается ДТП. Смотрим на мерочки. Значит, 42,5 минус 38 будет 4,5 сантиметра. Это баланс. Откладываю 4,5 сантиметра. Ну и отложу примерно пока 5-6 сантиметров сверху. Вот мне удобно будет по вот этой линии. Верхняя линия – это линия шеи, где будет строиться горловинка. Горловинка спинки, горловинка переда. Так, беру исходную точку. Это условно седьмой шейный позвонок. Вот как раз от седьмого шейного позвонка длина до талии спинки. Итак, откладываю в ширину. Теперь, смотрите, ширина ПОГ плюс 4 – свободное облегание. Свободное облегание бывает разное. Я взяла 4 сантиметра. Это универсальная такая прибавочка. Получаю 52. Откладываю в ширину. Ширину 52 сантиметра. Ширину изделия. Вот так. Вниз я проведу с одной стороны середину переда. Итак, с одной стороны у нас будет середина переда. Откладываем длину изделия. Мне не надо всю длину изделия. Я делаю типовую выкройку. На 48 размер. А с другой стороны будет середина спинки. Вот здесь будет середина спинки. Мы строим половину спинки и половину переда. И у нас есть, конечно же, середина. Вот так. Внизу я не буду замыкать. Вот эта линия будет являться низом. Следующее, что нам нужно посчитать, это глубину проймы. Глубина проймы считается таким образом. Глубина проймы. Эта линия у нас в груди называется. ПОГ деленное на 3 плюс от 3 до 5. Варьируется в зависимости от того, какое изделие мы шьем, какая полнота фигуры. С рукавом или без рукава. Вот смотрите, я пишу. Вот здесь у меня написано ПОГ на 3 плюс от 3 до 5. Но не более 23 сантиметров. Более 23 сантиметров изначально в конструировании брать не надо. А когда мы будем моделировать, допустим, это будет куртка или пальто или пиджак, мы можем углублять в пройму. Так, кошка просится в кабинет. Заходи. Теся, заходи. Да. Заходи. Только не хулигань. Моя помощница пришла. Так. Теперь смотрите. Считаю. Мне надо посчитать. У меня 48 деленное на 3. И плюс я прибавлю, допустим, 4 сантиметра. Да, прибавлю. Такое среднее возьму. Ну, я посчитаю на калькуляторе, чтобы не ошибиться. 48 делю на 3. И плюс 4. 20 сантиметров глубина проймы. Как еще можно отложить глубину проймы? У нас есть мерочка ГПРЗ, глубина проймы задняя. Мы берем эту величину, допустим, это 18 сантиметров. Примерно. Вот в этом размере, вот в 48 где-то 18 с половиной даже. И плюс от 1 до 2 и плюс 1,5. И получу я столько же, да? Получится у меня так же. Примерно. Так, откладываю. Откладываю 20 сантиметров. Глубину проймы. И провожу линию. Теперь. Пришла помогать. Ну, я как-то без тебя справлюсь. Теперь нужна линия талии. Линия талии берется просто. Берется мерочка ДТС и откладывается. Как мы ее на фигуре мерили от седьмого шиного позвонка, так мы ее и отложим. 38 сантиметров. Проведем. Если было понижение посередине переда на линии талии, если резиночка у нас опускалась, тесемочка, или резиночка опускалась ниже горизонтали, мы должны отложить вот здесь, где середина переда, где середина переда, мы должны опуститься на какую-то величину от 1 до 2 сантиметров, например. Так, теперь нужна линия бедер. Смотрите, от талии до линии бедер мы отложим 18-20 сантиметров. Я возьму среднее 19 сантиметров. Выгнала ее за дверь, мою четвероногую помощницу. Она ведь вся изоралась там за дверью, требовала, чтобы я ее пустила. Следующее, что так, все горизонтальные линии есть. Линия шеи, линия груди, линия талии, линия бедер, линия низа. Теперь нужно отложить ширину спинки. У нас есть мерочка ПШС. Мы прибавим к этой мерочке 1 сантиметр. Смотрите, значит, к мерке ПШС прибавляется от общей прибавки 25%. Общая прибавка у меня была 4 сантиметра. И 4 мы умножаем, если на 25%, получается 1 сантиметр. Итак, я должна отложить вот здесь 19 сантиметров. Можно отложить, можно даже отложить 0,5. То есть от 1, от 0,5 до 1. Мы можем, когда идет прибавка на свободу 4, 3-4 сантиметра. Мы можем от 0,5 до 1. Но обычно я беру 1 сантиметр. Так, и откладываю 18 плюс 1, 19. Проводим линию ширины спинки. Теперь нужно отложить ширину проймы. Ширина проймы. Очень хорошо рассчитывается ширина проймы. Такая формула универсальная. ПОГ деленное на 4. 48 делю на 4, получаю 12 сантиметров. В эту формулу уже все входит. Вот ничего сюда прибавлять не надо. Просто есть у нас мерочка еще ширина проймы. И к этой ширине проймы бывает что-то прибавляется. Но вот здесь уже ничего прибавлять не нужно. Итак, провели линию. Вот эта линия. Это вот ширина груди. Обязательно проверим, сколько же получилось ширина груди. Смотрите, у меня получилось 20,5. Я сейчас проверю. Смотрите, всю сетку беру. 48 плюс 4. Да, у меня было вот здесь. ПОГ плюс 4. Это у меня было 52. Значит, я всю сеточку беру. 52. Минус ширина спинки. Минус 19. Минус ширина проймы. 12. И получаю 21 сантиметр. Вот тут у меня ширина идет переда. Ширина груди. Очень хорошо разница между спинкой и грудью. Вот такая и должна быть. 19 спинка, 21 на 2 сантиметра больше ширина груди. Ну, наша фигура именно пропорциональная. Она так и выглядит. То есть грудная клетка более развернутая идет. Вот где идет сочленение. Ну, если, конечно, не сутулая фигура. Но сейчас мы строим просто на типовую пропорциональную фигуру. Теперь пройму мы поделим пополам. В больших размерах, когда бюст особенно большой, мы вот эту точечку можем смещать от 0,5 до 1 сантиметра в сторону спинки. Можно. Далее, значит, мы нашли середину проймы. И сейчас нужно провести линию бока. Все. Теперь нужно баланс достроить вверху. Достраиваем. Значит, ДТП минус ДТС. У нас получилось здесь 4,5 сантиметра баланса. Прямо вот так достраиваем. Достраиваем. И соединяем. Вот так. Все. Теперь начинаем со спинки. Сетка готова. Построение горловины. ПОШ на 3 плюс 1. Смотрите, вот она формула. 18 на 3 плюс 1. 7. Откладываем 7 сантиметров. Это ширина горловины. Или ширина ростка. Вверх надо высоту ростка поднять. Берется вот это, то, что получилось у нас. Ширина ростка, деленная на 3. То есть мы 7 делим на 3. Получаем 2,3. 2,3. Можно 2,5. Это можно сделать. Округлить. Теперь смотрите. Вот эта часть. Она должна вот так. Можно по лекалу. Вот. Можно от руки, можно по лекалу. Ну, надо тоже найти, найти такое положение. Вот. Чтобы у нас правильная получилась линия. Вот такая получится линия. Теперь смотрите. Плечо надо. Наклон плеча. Вот от этой точки верхней. У нас есть 3 положения. 1, 2, 3. 1 для высоких плеч. 2 для нормальных. 3 для покаток. И есть промежуточные 0,5, 1,5 и 2,5. То есть мы должны, когда мы шьем, изучать фигуру. Теперь что мы сюда отложим? Мы отложим ДПЛ. Длина плеча и плюс выточка. Выточка будет 2 см. Длина плеча в данном случае идет, вот по мерочке идет, 13 см. Плюс 2 будет 15. Итак, через точку 2 мы берем и откладываем 15 см. Вот через эту точку 2 отложили. Вот так. Теперь нужно построить выточку. Выточка находится на 1,3 плеча. То есть ДПЛ на 1,3, не учитывая выточку. ДПЛ деленное на 3. Это будет ДПЛ деленное на 3. Это будет 13 деленное на 3. Будет 4,3. Округлим до 4,5. Удобнее будет. Я напишу, что здесь 4,5. Чтобы не забыть и чтобы отложить потом по переду. Выточка идет. Параллельно середине. Параллельно середине. Или чуть-чуть с наклоном. Если провести прямую линию, можно сделать 0,5 см. Смещение к середине спинки. Я обычно делаю ровно. И сразу 0,5 можно добавить вверх. Длина выточки идет от 6 до 8 см. В зависимости от того, какая она. Я возьму 7 см. И вверх 0,5. Итого она у меня полностью вся. Значит, она у меня идет 7 см. И 0,5 я вверху добавила. Это обязательно нужно добавлять вверху. Для того, чтобы когда мы сшивали выточку, не было вот такого уголочка вниз. Теперь раствор выточки я взяла 2 см. Значит, я откладываю по плечу 2 см. И смотрите, у меня вот здесь 0,5 добавлено. 7 см. В общем, 7,5. Через точку 2 я должна отложить 7,5. То есть уравнять стороны выточки должны быть. Уравненные. Соединяю. С конечной плечевой точкой. Соединила. Так, теперь нужно пройму. Вот эта половина проймы откладывается вверх. 6 см. Это контрольная точка переда. К, Т, В. Вверх от 1 до 2. Смотрите, и точку 1 ставлю, и точку 2 ставлю. Это точки, через которые коснется пройма. Теперь она может пройти в них, между ними может пройти. Контрольная точка нужна, это для втачивания рукава. И вот сюда бисектриса угла. Бисектриса равна ровно либо половине проймы, либо контрольная. Это они одинаковые у нас. И мы делим на 2. Получаем 3 см бисектрису. Вот так, спинки. А теперь нам надо пройму. Пройму вывести. Пройму мы выводим. Либо от руки, либо по лекалу. Вот такие есть лекала. Вот так мы приложим. Посмотрите. Для 48 размера. Подходит. Вот так мы должны вращать. Мы должны раз, два, три, четыре точки соединить. И чтобы у нас одной целой не получается. Смотрите. Одной линией. Можно покрутить вот так. Вот здесь. И потом верхнюю часть. Вот. Приспособиться надо. Я вообще лекала нередко пользуюсь. Ну вот она, красивая получилась. А есть еще лекала. Есть еще лекала. Может быть здесь формочка подойдет. Вот смотрите, кстати, вот на этом лекале. Вот она полностью подошла. Разные сейчас лекала продают. Я вот себе приобрела лекала это. При помощи моих бустеров. Кто у меня на бусте подписан платно. Вот я за счет этого хоть какой-то вот себе хороший инструмент приобрела. Так. Спасибо им, кто у меня там подписан. Итак, смотрите. Верх спинки готов. Переходим на верх переда. Спасибо. Спасибо.